Сердце каждой квартиры в любимое место девушек и женщин. Здесь уже установлена винтовая лестница. Газ, свет, вода, канализация здесь централизованы. Можно сделать еще водяной теплый пол. Встречать своих гостей, либо просто проводить обеденное время со своей семьей на свежем воздухе. Есть вот такая прям огромная площадь, где вы можете прогуляться со всей своей семьей или друзьями. Кстати, по поводу детей, позади меня находится школа, уже действующая на более чем тысячу мест. Друзья, я вас всех приветствую. Меня зовут Николай, компания Ассоциация застройщиков. И сегодня я вам покажу уникальный жилой комплекс, который представлен в виде вот таких таунхаусов. В основу дизайна застройщик выбрал стиль немецкого градостроительства с заполнением проемов из газосиликатного блока. Что касается фасадов домов, то здесь они сделаны из клинкерной плитки, а утеплителем является пенополистирол. Что касается фундамента, то здесь он свайно-ростверковый. Друзья, еще раз по поводу фасадов данного жилого комплекса и этих таунхаусов. Они, напомню, сделаны в немецком стиле. Обратите внимание, к примеру, на клинкерную плитку. Швы здесь в темном стиле, а если бы они были в белом стиле, то это был бы уже не немецкий стиль, а английский. Что касается, допустим, вот этих молдингов, то они создают некое такое визуальное пространство и ограничивают вот эту зону входную, создавая здесь определенное пространство. Но многие соседи устанавливают прямо вот здесь определенную отдельную входную дверь для того, чтобы изолировать квартиру от уличной, допустим, температуры. Тем самым, если, допустим, летом у вас жара, то теплый воздух не попадает в квартиру и холодный, допустим, не попадает в квартиру, если у вас зимний период времени. Вот обратите внимание, как сделали, к примеру, соседи. Они здесь установили определенную дверь, тем самым изолировав свою квартиру от уличной температуры. И теперь, друзья, давайте посмотрим, как выглядит квартира в таунхаусе изнутри. Здесь выполнен уже ремонт, потому что эта квартира является шоурумом. Но приобретая квартиру здесь, вы приобретаете ее без ремонта. Заходя в квартиру, вы сразу попадаете в прихожую в площади 5 квадратных метров. С правой стороны у нас установлен уже санузел площадью 4 квадратных метра. И это является гостевым санузлом, что очень удобно, потому что гости, которые будут к вам приходить, будут сразу заходить туда, мыть руки и переходить дальше в кухню. Но сейчас не об этом. Сейчас мы переходим с вами плавно в холл. Холл составляет 7,5 квадратных метров. И обратите внимание, здесь уже установлена винтовая лестница. Под лестницей вы можете сделать себе определенную гардеробную зону, свою личную. А с этой стороны у нас здесь есть определенная ниша, которую вы можете сделать под себя. К примеру, здесь реализован такой проект, что здесь вы снимаете верхнюю одежду, оставляете обувь, а можете сделать просто для себя шкаф-купе с большими зеркалами, тем самым увеличив визуально пространство. Если говорить о технических характеристиках, то здесь уже установлен электрический щиток. Мощность, которая в него подается, составляет 5 киловатт, но при желании вы можете ее увеличить. Всю вот эту информацию я беру на нашем сайте Ассоциации застройщиков. Информация предоставляется вам абсолютно бесплатно, то есть вы, заходя на наш сайт, можете посмотреть планировки, расчеты, стоимость. И все это абсолютно бесплатно, еще раз повторюсь. Ссылку на сайт я прикреплю в описании под данным видео. А сейчас мы перейдем с вами в кухню, которая находится за оператором. Сейчас мы переходим в сердце каждой квартиры, в любимое место девушек и женщин. Это кухня. Посмотрите, какие здесь объемы кухни. Площадь составляет всего 15 квадратных метров, но здесь так расположена мебель, что визуально пространство здесь очень большое. Обратите внимание, в шоуруме уже реализован сам кухонный фасад, то есть кухонный гарнитур здесь установлен, мебель вся работает, вся исправна и вся очень красива. Что касается, допустим, обеденного стола, то он расположился вот этой стороне и здесь сделано все в светлых тонах для того, чтобы увеличить визуальное пространство. А позади оператора у нас есть еще и выход на задний двор. Тем самым вы можете с кухни сразу с детьми пойти гулять на улицу. Друзья, ну и теперь, конечно же, вопрос, как в дом мощностью 5 киловатт электричества обеспечивается горячее водоснабжение и отопление. Здесь проект реализован следующим образом. Вот здесь в шкафу спрятан двухконтурный газовый котел. Обратите внимание, вот он. Который и подает горячую воду и отопление. Все коммуникации, сразу скажу, здесь централизованные. То есть газ, свет, вода, канализация здесь централизованные. Помимо этого, дом находится в черте города и из-за этого у вас будет городская прописка. Но с этой стороны от меня как раз задний двор, про который я вам и говорил. Друзья, ну и поднявшись на лестнице на второй этаж, уже на семейный этаж, так сказать, мы попадаем с вами в холл площадью 3 квадратных метра. Сама лестница сделана с перилами вот такими. И также есть подсветка. Дальше поднявшись будет уже эксплуатируемая кровля. По поводу кровли, там вы сможете сделать определенную зону отдыха. Но сейчас мы в семейной зоне. Еще раз повторюсь, там у нас находится комната уже такая хозяйская. А позади оператора у нас детская комната. Пойдемте посмотрим, что в детской. Ну и детская комната у нас площадью 11 квадратных метров. При этом она в правильной прямоугольной форме. Здесь вы в этой комнате можете гармонично расположить, к примеру, вот такой шкаф-стенку. Установить здесь телевизор, а здесь, к примеру, рабочую зону. А с этой стороны уже сделать место отдыха. То есть сделать диван, поставить диван, либо кровать. Друзья, ну и сейчас мы с вами попали в самую главную основную комнату. Это хозяйская спальня. Обратите внимание, у нее площадь 17,5 квадратных метров. Достаточно большая, чтобы поставить в спальню большую кровать, поставить прикроватные тумбочки. И также хочу сказать, что с вот этой стороны на стене можно повесить на кронштейне телевизор, установить вот такую тумбу и наслаждаться просто времяпровождением. Что по поводу отопления? Здесь разводка труб сделана в стяжке пола. В каждой комнате установлены радиаторы конвекторного типа. И помните, я рассказывал еще про двухконтурный газовый котел. Вот благодаря нему можно сделать еще водяной теплый пол. Это очень удобно будет, то есть могут даже дети бегать босиком. Это будет очень энергоэффективно и правильно. Но скажу сразу, даже без теплого пола, находясь здесь, здесь достаточно тепло. Друзья, теперь перейдем в сам санузел. Очень немаловажно, что он находится возле хозяйской спальни. Это очень удобно. Переходим в санузел. Площадь у него составляет 3,5 квадратных метра. Обратите внимание, что здесь установлено. Здесь уже установлен душ, раковина с тумбой, полностью сделана электроразводка. То есть есть, допустим, провода для зеркала с подсветкой. Есть выводы под полотенцесушитель и установлен сам унитаз. Это очень удобно и комфортно, особенно на втором этаже. Друзья, ну и вот он как раз-таки, третий этаж, эксплуатируемая кровля. Делится она на две зоны. Вот эта зона побольше. Здесь вы можете встречать день рождения, встречать своих гостей, либо просто проводить обеденное время со своей семьей на свежем воздухе. Та зона у нас уже отдельная, более интимная. Попадаем, кстати, мы на эту эксплуатируемую кровлю с вот этой двери. По поводу той зоны, почему она такая более личная. Здесь вы можете установить, допустим, качелю, либо гамачок, находиться на свежем воздухе и читать свои любимые книги. Друзья, самое главное, жилой комплекс Германии расположен вдали от всех разных промышленных предприятий. И здесь уже реализован проект комплексного развития территории. Например, зоны отдыха, парковые зоны, школы, детские сады уже есть в шаговой доступности. Но это еще не все. Есть вот такая прям огромная площадь, где вы можете прогуляться со всей своей семьей или друзьями. А есть вот такое огромное озеро, куда вы сможете сходить порыбачить, либо покататься на катамаране со своими детьми. Покупая недвижимость в данном жилом комплексе, люди в первую очередь выбирают гарант безопасности для себя и своих детей. Кстати, по поводу детей, позади меня находится школа, уже действующая на более чем тысячу мест. Друзья, количество таунхаусов сейчас ограничено, и их осталось всего лишь три. Цены я вам не называю, по той причине, что вчера цена была одна. Сегодня цены поменялись, и пока видео будет монтироваться, цены могут также поменяться. Но на нашем сайте Ассоциация застройщиков, ссылка в описании, цены обновляются ежедневно, предоставляются планировки и вся информация по проектам. Также подписывайтесь и на наш Телеграм-канал, ссылка тоже в описании, и будет QR-код на экране. В Телеграм-канале я публикую информацию и по другим проектам города Краснодара и Адыгеи. Всего проектов более 120. То есть в Телеграм-канале там есть и процентные ставки, и планировки, и информация по проектам, то есть максимально глобальная. На Ютубе я тоже буду снимать обзоры по вот этим 120 проектам, поэтому вы их и там можете увидеть. Ну а для тех, кто не хочет ждать информацию, можете обратиться ко мне через WhatsApp, в Телеграм, либо по номеру, который вы видите на экране. А меня зовут Николай, компания Ассоциация застройщиков. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok